Представляем слово Шерману. Миша, ты начинай. Хорошо, спасибо большое. Всем добрый вечер или добрый день. Я имел несколько бесед с друзьями в течение последней недели. Они все были страшно изумлены тем, что обнаружили, что сегодняшняя лекция собирается быть три часа. Я хочу вас успокоить, это никаких трех часов не будет. Я вообще давно знаю, что больше чем полчаса опроса, почти невозможно слушать никого, как я не могу. Поэтому я попытаюсь уложиться в это время и дальше какое-то время для дискуссии, если таковая возникнет. Первое замечание, второе – то, что это не совсем лекция. Дело в том, что я просто появился с Петей недавно с соображениями о том, как может взаимодействовать религия и наука, и он показался это интересным, и он предложил, чтобы я это рассказал более широкому сообществу. Так что это будет скорее некоторое размышление на тему, а вовсе не лекция. Я очень приветствую, если какие-нибудь у вас будут соображения, дополнения, соображения против, за, в общем, все что угодно. Было бы интересно обсудить. Значит, вообще вопрос о религии и науке меня как бы интересует давно. Я пытался сформулировать, а в чем, собственно, заключается вопрос. И после некоторых соображений, после размышления на этот счет, понял, что я… Сейчас, секундочку. Понял, что это очень трудно сформулировать. Ну, давайте я всем за на вопрос. Вот, как бы, люди говорят о религии и науке. Вот как вы думаете, в чем вообще заключается вопрос? Пожалуйста, подключитесь и скажите… Миша, и науке. Совсем не все могут подключиться. Некоторые смотрят на эти звуки, они не могут подключиться. Окей, окей. Поэтому не планирую, как в живую аудиторию. Окей, хорошо. Ладно, не буду. Давайте я скажу, как мне это видится. Может, там после поговорим. Значит, дело в том, что, ну, когда такой вопрос вообще задается, то, наверное, имеется в виду то, что есть какие-то противоречия между этими двумя областями. Хотя я бы сказал, что в последнее время все меньше и меньше голосов, говорящих об этих противоречиях. Мне кажется, что этот вопрос не очень интересный. Более интересный вопрос заключается в том, кто, собственно, этот вопрос задает. И здесь оказывается совершенно разная группа людей, издает его совершенно по-разному. Значит, ну, таким классическим вопросом, заданным в этой области, была книжка Раби Лама из Ешива-Университета, которая, значит, книжка называлась «Тарава Мада», где он реально подошел к этому вопросу с точки зрения человека, закончившего Ешиву. И он задал вопрос, а как вообще для него естественным является религиозный взгляд на жизнь, на мир. И он задал вопрос, а как в это вообще можно вписать науку? Вот. Это, так сказать, нормальный поставленный вопрос от человека, закончившего Ешиву. Значит, для меня лично, я, наверное, смотрю на это совершенно с другой стороны, я не заканчивал Ешиву, я заканчивал университет. Поэтому для меня вопрос состоит по-другому. А как можно в науку вписать религию? Для меня первично является наукой религию, как бы я получил уже после получения, так сказать, нормального научного образования. Вот. И здесь оказывается, что все не так просто. Да, но есть еще третий, естественно, подход к этому вопросу. Это вопрос секулярный. Реально там вопроса не существует, поскольку для секулярного человека не существует религия, поэтому как бы вопросов просто нет. Значит, но для человека, который получил научное образование, как ему относиться к религии, здесь есть два, или скажем так, я нашел два разных ответа на этот вопрос. Или два разных группы такого рода людей подходят по-разному к этому вопросу. Я даже в свое время в Боснии провел небольшой социологический опрос по этому поводу. Значит, меня интересовал вопрос следующий. Ну, хорошо, ребята, значит, мы все занимаемся наукой. Мы, так сказать, знаем биологию, химию, физику и так далее. Ну и, конечно, особенно для биологов есть проблема, потому что есть некоторые вопросы религиозные, которые, так сказать, плохо вписываются в научный мировоззрение, в научный контекст. Ну, например, вопрос, не знаю, эволюции, так сказать, научный подход к этому делу, ну, скажем так, общепринятый научный подход заключается в том, что она сама собой складывается, так сказать, никакой цели нету, и это явно противоречит нашей религиозной интуиции. Значит, а как мы с этим живем? Или, например, не знаю, вопрос библейской критики. Так сказать, есть классическое понимание в Танахе исторических событий, а дальше выясняется, что, когда мы смотрим на это со стороны библейской критики, то это как бы или со стороны археологии, но они часто не совпадают с тем, что мы знаем о Станахе. И как мы к этому относимся, и как мы к этому будем относиться. Значит, так вот, выясняется странная ситуация, что для громадного большинства людей, которые носят КИПУ и одновременно работают профессорами в университетах, такой проблемы нету. А именно, они полностью разделяют эти две области. Днем они у себя на работе ставят эксперименты или пишут научные статьи, а вечером при домой они нормально занимаются своей религиозной жизнью внутри семьи. То есть для них это вещи абсолютно разделенные. Для них нет проблемы психологически с тем, что есть разные представления о жизни, о науке и религии, и что даже самое существенное дождешься разные представления, разные базовые предпосылки и разные языки в этих двух областях. Вот это вот, люди живут с этим совершенно спокойно. Но есть другая группа людей, которые носят КИПУ и, так сказать, занимаются наукой одновременно, тип меня, для которых это проблема. Проблема такая экзистенциальная, я бы сказал, в том смысле, что мне трудно представить себе, что экзистенс может иметь две этих разные формы, которые друг с другом никак не связаны. Все-таки интуиция подсказывает, что мир един по этой причине, и религии, и науку каким-то образом должны быть интегрированы друг в друга. И хорошо бы найти такую форму, или дорасти до такой формы, когда эти две области были бы единым знанием о мире. Вообще говоря, исходя из этой посылки, было масса размышлений о том, как это могло быть интегрировано. И некоторые из них видятся удовлетворительно, некоторые не очень. Например, в объяснении эволюции есть конструкция, которая называется креационизм. А именно, что за шесть дней Бог создал все, и это то, что мы сейчас видим. Является ли это модель противоречивой? Абсолютно нет. Она совершенно научно непротиворечивая, нормальная модель. Ничего невозможно возразить. Проблема в ней не в том, что она научно непротиворечива. Таких научно непротиворечивых моделей может быть много. Проблема с ней заключается в том, что она научно несостоятельна. В том смысле, что как только мы сказали, что Бог создал все за шесть дней и все, то дальше никакого научного вопроса не возникает. С точки зрения человека религиозного, может, это все и нормально. С точки зрения человека, занимающегося наукой, это не нормально. В том смысле, что это неинтересно научно. Я никакого вопроса не могу задать дальше. Нет никакого развития. Нет ничего такого, что я в моем научном сознании мог бы сюда приложить. Поэтому эта модель научно неинтересна. И поэтому не принято или труднопринимаемо людьми, которые занимаются наукой. Были попытки гармонизировать библейский, научный взгляд на жизнь. Ну, таким классическим, опять же, примером является… К сожалению, забыл имя этого человека. Это такой физик в Борелл-Ониверситете, который подошел к вопросу, скажем… Ахиезер. Ахиезер, может быть, да-да. Значит, он сказал следующее примерно, что… Ну, смотрите, вот есть творение, значит, дон возникновения человека. Это взгляд страны Бога, а пусть творение человека – это с точки зрения человека. А что такое взгляд с точки зрения Бога – это взгляд снаружи Вселенной. Ну и дальше, так сказать, он приводит какие-то соображения физические про то, что действительно, если смотреть снаружи, то все, там, шесть дней превращается в гигантские совершенно времена. И как раз все очень даже хорошо укладывается. Это очень любопытная модель и очень симпатичная. Но, к сожалению, опять же, из нее ничего не следует дальше. Из нее невозможно дознать следующий вопрос. И в этом смысле она, ну, как бы для человека, с научной наукой, как бы это любопытно, но дальше это не идет. Это не становится, это не интегрируется в науку никак в этом смысле. Вот, значит, поэтому просто гармонизации трудно к этому подходить. Это не очень впечатляет, скажем так. Это не очень хорошо. Вот, значит, а что хотелось бы на самом деле? А хотелось бы все-таки такую структуру знаний, где бы эти две вещи друг в друга интегрировались. В том смысле, что хорошо бы, скажем, наука учила нас лучше понимать смысл религиозных текстов, а религия учила бы нас лучше заниматься наукой. Значит, что касается первого, то, в принципе, это уже происходит. И опять же, хорошим примером, мне кажется, тому являются дни творения, потому что еще очень недавно, пару сотен лет назад, конечно, дни творения абсолютно воспринимались всеми как нечто буквальное, как буквально дни. Сегодня все-таки после всех этих научных открытий, так сказать, научного развития, это большинством религиозной публики это не воспринимается буквально. И как бы в этом смысле было явное религиозное переосмысление этой структуры с творением. Я думаю, что в других областях такое тоже возможно, так сказать, и в этом проблемы нет. Вот, значит, проблема возникает в обратном. А может ли религия чему-то научить науку? Здесь мне показалось интересным, так сказать, находка, которую я вдруг сообразил. О том, что... Сейчас, полсекунды. Да, прежде я поговорю об этом, шаг назад. Значит, вообще существует принципиально фундаментальная разница между религией и наукой в том смысле, что они занимаются немножко разными вопросами. И в связи с этим дают немножко разные ответы. Значит, чем занимается наука? Понятно, наука занимается вопросом, как это устроено. У нее здесь есть некое явление, она к нему подходит, на него смотрит и говорит, ну хорошо, мне интересно разобраться, как это явление работает. Потому что она разбирается на маленькие кусочки, на составные части и прекрасно разбирается в том, на что действует. И вот это есть наука. Все равно реально отвечает на вопрос, как это работает. Значит, религия задается вопросом немножко другим. Она задается вопросом, а зачем это так работает? Значит, в конструкцию религиозного вопроса включено понятие цели. У этого есть какая-то цель, давайте мы разберемся, что это за цель. Давайте простой очень пример и, вероятно, классический. Это с переходом евреев через море. Так сказать, вот в этом кусочке текста есть сразу оба компонента, научный и религиозный. Потому что научный компонент, понятно, какой. Как нужно перейти через море? Ну, понятно, как Бог сделал так, чтобы был восточный ветер. Этот восточный ветер растек море. Ну, вот евреи перешли. Вопрос, как, отвечает совершенно нормально научным способом. Вопрос, зачем, тоже там присутствует очевидно. Бог послал этот восточный ветер для того, чтобы евреи могли перейти через море. То есть это явление, в этом описании есть оба компонента сразу. Мне кажется, это хорошая иллюстрация того, как по-разному относятся наука и религия к явлениям, к миру. Но в связи с этим есть принципиально два разных ответа, которые, собственно, следуют из этих двух разных вопросов. Потому что ответ религиозный всегда, что есть какая-то цель. То есть, когда происходит явление, оно происходит не само по себе, а потому что кто-то этим явлением управляет. Ну, обычно имеется звук, естественно. Но сейчас важно не то, кто этим управляет, а то, что есть элемент внешнего управления. В научном подходе как бы его не существует. Это всегда что-то такое, что само собой происходит. То есть нечто такое, как бы случайное, стахотическое или не стахотическое. Я, говоря с некоторыми религиозными людьми про дравянизм, вдруг слышал, что ну чего говорят мне, ну дравянизм нормальная, так сказать, нормальная штука, которая вполне-вполне годится для религиозного человека. Мне кажется, это невозможно так произнести, потому что в дравянизме принципиально есть элемент отсутствия какого-либо смысла. Эта система принципиально случайная. В этом смысле она просто по структуре своей не религиозная. Мне очень всегда удивляло, что некоторые религиозные люди спокойно затем опять же живут. Вот. Но неважно, так сказать. Мы сейчас определили более-менее то, как подходит к миру, к природе, вообще к жизни наука и религия. Значит так, наука, предполагая, отвечает на вопрос, как это хреновина работает, а религия, зачем она это делает. И вот в этом месте я хочу сделать нечто необычное, а именно посмотреть на наши существующие научные области с этой точки зрения. И когда мы начинаем смотреть, то мы вдруг обнаруживаем, что есть два типа наук. Я сейчас имею в виду естественные науки, а именно не религиозные науки, физика и химия. И более религиозная наука – это биология. И почему я так говорю про это? Ровно по той причине, что они по-разному отвечают на эти вопросы. Значит, физика и химия занимаются только вопросом, как устроены те или иные структуры в мире. Биология тоже занимается тем, как они устроены, но также она еще все время задает вопросы, зачем они так устроены. Ну, в качестве примера такой несложный пример. Значит, вот если вы задаете вопросом, зачем атому электрону, то это вопрос абсолютно бессмысленный с точки зрения физики. Ну, нет такого вопроса, не зачем, просто так вот и все дела. А вот, например, вопрос, зачем оленю рога, задать в биологии совершенно нормально. Это естественный вопрос для биолога. Значит, и дальше, так сказать, мы можем заниматься, подумав о том, зачем этот вопрос, дальше можем уже нормальными, так сказать, физико-химическими методами обсуждать, а как эти рога устроены. Но вопрос, зачем он вполне функционирует в биологии. Более того, весь язык биологии, как науки, так сказать, построен на том, что эти вопросы задаются все время. Значит, то есть подсознательно мы все всегда уже знаем, что у каждой структуры в биологии, у каждого организма, у каждого, ну, все, чего угодно, есть какая-то функция. И поэтому нормально задать вопрос, зачем. Вот, значит, проблема. Итак, тем самым, тем самым я бы точно разделил бы эти две группы на физика и химия абсолютно нерелигиозной науки. В биологии есть, безусловно, элемент религиозности, потому что она спрашивает этот вопрос, он из нее кричит просто все время. Вот, значит, сказав это, я должен сразу же отметить, что это только такая видимость, что биология – религиозная наука. То есть формально это так, но на самом деле это не совсем так. Потому что в тот момент, когда мы задаем вопрос, а зачем оленю рога, то мы уже заранее знаем ответ на этот вопрос. И дальше все подгоняем под этот ответ. Ответ на этот вопрос такой, эта система, как и любая другая система, мы интуитивно понимаем, что они нужны за тем, чтобы организм лучше выжил или лучше размножился. И вот за этим эта штука и нужна. И дальше мы уже, так сказать, подгоняем под этот ответ все наше дальнейшее изучение этой системы. И это так во всех случаях. Значит, сказав это, я хочу вернуться к исходному желанию как-то интегрировать религию, религиозный подход, религиозный язык и научный язык. И вот в этом месте, мне кажется, очень возможно, что наше понимание вопроса о том, зачем это надо в биологии, а именно, чтобы размножиться или выжить, может быть совершенно неправильным пониманием. И, может быть, религия нам может дать многое для того, чтобы более правильно формулировать или ощущать этот ответ на этот вопрос, а зачем это надо. И тогда, так сказать, это было бы то, как религия учила бы науку заниматься своей наукой. Вот. Значит, сказав это, что я имею в виду? Значит, я подумал о том, что, ну хорошо, давайте подумаем про биологию и постараемся найти ситуации, когда на вопрос, зачем, невозможно ответить для того, чтобы размножиться или для того, чтобы выжить. Видите, я хочу вам показать несколько картинок, не то, что вы их не знаете, вы их, конечно, все знаете, но просто, ну просто, просто очень симпатично это выглядело. Значит, основная область, в которой, мне кажется, ответ на вопрос, зачем, не сводится к размножению и выживанию, относится к понятию красоты в биологии. Значит, давайте я вам сейчас сделаю... Момент. Вот. Вот. Это вот оранжевые леса. Видите, да? Видите мой скрин? Там экспонат. Все видно, все нормально. Видно, видно, нормально, да? Отлично. Вот, пожалуйста, значит, вот это оранжевые леса. Значит, вопрос долго волновал биологов. Ну, хорошо, но зачем она оранжевая? Ну, уже из этой картинки совершенно очевидно, что это не имеет никакого отношения к тому, чтобы лучше выжить и спрятаться где-нибудь, потому что ничего более яркого нету и, соответственно, как-то невозможно себе даже представить, что это нужно для выживания. Как только нечто не нужно для выживания очевидно, то, значит, дарвинистские думающие биологи медленно говорят, ну, значит, это нужно для того, чтобы лучше размножиться, для того, чтобы привлечь лучше самку. Вот, значит, этот пример совершенно замечательный, потому что дело в том, что лисы не видят цветов, поэтому самки никаким образом не могут видеть этого самого цвета. Зато, что интересно, этот цвет прекрасно видят единственные хищники, которые охотятся на лисах, а именно орлы. Вот, значит, ну, вот, пожалуйста, пример того, как вот это вот свойство, ну, уже никак не вписывается ни в выживание, ни в размножение. Значит, я хочу вам еще несколько картинок показать на этот счет. Вот это вот, как называется, райские птицы, да, райские птицы. Вот они такие вот совершенно замечательно красивые, прекрасные, вот, вот, видите, какие они… Вообще понятие красоты очень-очень распространено в биологии, в мыслях животном мире. Это все очень красивые вещи. Вот такие вот прекрасные совершенно птицы, вот, просто заглядельник. А смотришь на них, я вообще никогда не понимал, каким образом биологи могут быть нерелигиозными. Потому что смотришь на этот мир, и как-то сразу понятно, что он, ну, совершенно потрясающе устроен. Вот. Или вот здесь рыбки коралловые. Вот. Давайте я про птиц вернусь прежде, чем… Ну, вот видите, какие они совершенно удивительные, да? Дико красивые, яркие, совершенно очевидно, что никак они не могут помогать спрятаться от врагов. Скорее всего, не имеет никакого отношения к размножению тоже. Сейчас расскажу про это чуть более подробно. Вот. А тут… Это самый… Павлин, да? Про павлин сейчас расскажу. Значит, значит… Итак, есть очень большое количество очень красивых зверей. Значит… И, как я уже сказал, как… Ну, прям в случае павлина, ну, совершенно очевидно, что такой хвост очень вреден для того, чтобы… Так сказать, для выживания. Ну, понятно совершенно, что птица с таким хвостом стоит немедленно страшно подвержена нападению там хищников и так далее. К тому же он здоровый, он яркий, он неудобный. Это как… Ну, все. Ну, и тогда, естественно, говорят биологи, что… Ну, значит, это нужно для размножения. Проблема связана в том, что удивительным образом это мало известно. Но, вообще-то говоря, было большое-большое количество исследований на эту тему. Не только про павлина, а про всяких разных других птиц и зверей. И результат во всех случаях всегда один и тот же. Значит, ну, стандартный опыт примерно так устроен. Берет какого-нибудь такого зверя и, скажем, красит его в серый цвет. Так что он перестает быть ярким вообще. И дальше смотрит, с какой эффективностью размножается исходный, некрашенный, ну и красный. Вот. И во всех случаях всегда результат один и тот же. Никакой разницы нет. Значит, тем самым похоже, что это соображение о необходимости для уживания или размножения – это полная фигня. И что-то совершенно другое, что определяет красоту живота. Значит, ну и вообще природа. Вообще все очень красиво. Давайте я вам еще покажу парочку этих разных куриных птиц. Вот эти вот фазаны – это куры разные. Ну, совершенно потрясающе устроено. Дико красивый. Каждый из них. И все совершенно разные. Все они нам очень нравятся. Значит, вообще природа устроена очень-очень красиво. Я вам сейчас хочу показать пару картинок о красоте природы, чтобы вы почувствовали. Сейчас я вам скажу, в чем дело. Сейчас один момент. Вот, например, вот такая картинка. Я взял случайно из интернета, это неважно. Или вот такая картинка. Ясно, что это очень красивая штука. Озеро, лес и так далее. А вот это вот то же самое, но только когда следы деятельности человека. И сразу понятно, что это выглядит отвратительно. Значит, тем самым… К чему это все говорю? Тем самым, что есть понятие красоты, которое происходит из природы вообще. И понятие уродства, которое является результатом вмешательства человека в означенную природу. Это, мне кажется, очень важно. Когда мы говорим слово «грязь», то в подавляющем большинстве случаев эта грязь ассоциирована с деятельностью человека. Мы никогда не видим грязи или мы не воспринимаем грязь из природы обычно. Обычно она вся красивая. Значит, для чего все это говорю? Для того, что когда мы в биологии задаем вопрос «зачем это нужно?», или выживание. Есть что-то более сложное. Что это может быть? Что это может быть более сложным? Или что-то другое? Значит, и вот когда я смотрю на эту красоту природы, то вдруг у меня возникает интуитивное ощущение, что, может быть, она такая, потому что природа так устроена. И мы воспринимаем ее как красивую, потому что там все друг к другу очень здорово подогнано. А именно, рога оленя нужны не для того, чтобы он спасся или выиграл конкуренцию других оленей. Хотя это, конечно, тоже нужно. Но просто внутри устройства природы важно, чтобы были вот эти оленя, которые таким образом себя ведут. И тогда природа становится сбалансированной. Значит, я понимаю, что я говорю очень общие слова, но сейчас я перейду к чуть более конкретному, и станет понятно, к чему я веду. Миша, пожалуйста, в чате, там Дани Палан тебе вопрос некоторый задал. В чате. В чате у тебя открывается снизу кнопочка чата. Снизу? Сейчас, 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 одну секундочку. Видно? Да. Сейчас. Видно, видно. У меня есть предложение. Давайте я закончу, а потом мы перейдем к чату, ладно? Окей. Хорошо. Замечательно. Так вот. Соображение такое, что природа так устроена для того, чтобы она была сбалансированной. Не потому, что это нужно каким-то отдельным… То есть, конечно, это тоже нужно каким-то отдельным видом или индивидуам. Но природа устроена очень точно. И поэтому, и поэтому, может быть, что вопрос «зачем?», вопрос «зачем?» может ответить не для того, чтобы выжить или размножиться, а для того, чтобы вся система могла вообще существовать. Потому что количество связи безумно сложное, безумно большое, связи очень сложные, и количество видов немыслимое, ну и так далее. То есть, есть масса параметров, это очень сложная система, которая, так сказать, не нужно соблюсти для того, чтобы она вообще могла существовать. И в этом смысле вопрос «зачем?», нужно для того, чтобы все подходило друг к другу. Значит, и тут я хочу закончить этим самым, с этими картинками и рассказать, искать, предложить короткую идею. Значит, вообще, если про это думать, то есть, каким вообще мы хотим различить два варианта. Вариант номер один – природа так устроена потому, что она так сама сложилась. И есть громадное количество каких-то там обратных связей, сложных или каких-то прямых связей, которые так балансируются таким образом, что вот все приходит в баланс, и вот все замечательно работает. То есть, иначе говоря, модель номер один – это, что все происходит, так сказать, само по себе, без какого-то, так сказать, интеллектуального вмешательства извне, а просто там сложилось. Такой чисто, так сказать, нормальный, такой вот, как бы, дарвинский вариант. Какая альтернатива этому? Альтернатива этому, понятно какая, что для того, чтобы это функционировало, для того, чтобы это могло балансировать, нужно некоторое управление снаружи, интеллектуальное управление снаружи. Вопрос в том, эти два варианта – различание мы или нет. И ответ у меня на этот вопрос нет. Но я, по крайней мере, ощущаю, как к нему можно было бы подходить. И дело в том, что эта система страннообразом очень похожа на устройство, на разное устройство экономики. Что имею в виду? Вот система, которая сама собой складывается, без всякого внешнего управления – это, естественно, типичный маркет-экономик, типичный капитализм. Так сказать, нет никаких, нет никаких, существуют только личные интересы, так сказать, участников, которые приводят к тому, что так вот складывается система. Понятное дело, что система с управлением, она больше соответствует системе социалистической. При том, что я очень люблю капитализм, и мне трудно отрешиться от этого. Тем не менее, то, что мы говорим о природе – это, на самом деле, очень похожая вещь. Она складывается сама по себе или она складывается потому, что есть какое-то внешнее управление этим. Ну, собственно, это и существует, в этом и есть различие между нерелигиозным и религиозным подходом. Есть управление внешнее или нет внешнего управления. И в связи с этим, что я хотел предложить для размышления – это вот что. Дело в том, что… Опять, я это точно не знаю. Но хорошо предполагаю, что экономисты, которые занимаются моделями экономических систем, вполне нормально могут различить по результатам деятельности той или иной экономической системы, как она устроена. Она управляемая, она маркет-экономия или она социалистическая экономика. И о чем я хотел, о чем я размышлял, то, что можно было бы попытаться приложить вот ровно эти самые алгоритмы, которые есть в их моделях для того, чтобы прикинуть, а как природа-то устроена. Она устроена как управляемая система или как совершенно сама собой складывающаяся. Вот. И, может быть, это просто было бы ответом на вопрос о том, как интегрируется религия и наука. Ну, вот, собственно, и все. Замечательно. Давай попробуем подвести итог. Давай. Первое, что ты сказал, самое первое фундаментальное, что вопрос, для чего ответ для красоты должен существовать? Нет. Я бы сказал, что это подсистема. Я думаю, что более общий ответ – это для того, чтобы система была сбалансирована, чтобы она вообще могла существовать. Я не понимаю, что в первый раз он сбалансированный. Понимаешь, что исчезнут какие-то виды и перестанет система существовать? Ну, конечно. Самое самое… смотри… Они постоянно, по-моему, исчезают. Миллионами виды исчезают. Ну, они исчезают и появляются. Это все правильно. Тем не менее… Ну, смотри. Что происходит, например, сейчас с системой, в которой появился человек? Да, она перестала быть сбалансирована. Так сказать, человек реально может все абсолютно переначать всю природу полностью. Она перестала быть внутренне сбалансирована, поскольку появился наш дополнительный интеллект, который ее полностью меняет. То, что она была сбалансирована до того, это вопрос – это, так сказать, само собой так получалось или было тоже какое-то управление? Окей, хорошо. Это первое. Второе, то, что я сказал, что можно попробовать с точки зрения математической экономики посчитать природный мир и ответить на вопрос про центральное управление. Да. Окей, хорошо. Можно ли это посчитать? Я ничего не знаю об этом. Я тоже не знаю. Идея для балансированности, мне кажется, что она тоже как бы невычислимая. Вот идея для КСАТ, она очень понятная. А идея для балансированности, она, мне кажется, невычислимая, нет? Неверифицируемая, понимаешь? Вот вопрос, мне кажется, сводится к следующему. Опять, я этого не знаю, но предполагаю, что нормальный экономист, который занимается моделированием систем, может взять, не зная о том, как система устроена, не зная, какие у нее, так сказать, регулируемая, нерегулируемая, кем, как, какие связи, вот это ничего не зная. Просто посмотрев на результат ее деятельности, ну, я имею в виду не один результат, конечно, а какой-то большой набор параметров этой системы. Я подозреваю, что он может из этих моделей вытащить, эта система сама собой складывается или нет. То есть она маркет-экона или она не маркет-экона? Любой вывод, мне кажется, не будет здесь сколько-нибудь существенным, потому что это пока что ты измеряешь на основе сильно другой вещи. Экономика все-таки, хоть она свободная маркет-эконом, но у нее все равно полно всего несвободного. Ну, не знаю, о том, что государство регулирует денежные отношения, вот тебе уже не свобода. То есть представление о маркет-экономе как свободной, оно же очень относительно. Я согласен, я согласен с этим. Я, наверное, в виду, что в моделях может быть представление об идеальной, так сказать, маркет-экономе, об идеальной самособирающей системе. Конечно, она не будет соответствовать настоящей, но тем не менее. Можно ли мы эту идеальную систему, как сказать, увидеть? Окей, замечательно. Хорошо. Теперь давай, если можно, мне кажется, что стоит перейти к чату. Я скопировал в чат комментарии некоторые, которые увидел. Но первым, мне кажется, был Дани Палантия, который первый существенный вопрос задал. Мне кажется, его очередь. Сейчас один момент. Можно я? Да. Можно дать Дане микрофон? Дани? Да, ну, пожалуйста. Дани? Да, спасибо, как слышно. Все отлично слышно. Давай. Привет. Спасибо за доклад. Я задал вопрос, который, в общем, необязательно подробно обсуждать. Есть многие, которые считают, что есть эволюционный аспект у павлинового хвоста. Также вопрос красоты, на мой взгляд, часто неправильно интерпретируется. Нам нравятся симметричные, скажем, формы, но для этого вовсе не нужен творец. Скажем, ты бросаешь соль в раствор, испаряешь раствор, получается очень красивый кристалл, цветной, правильный, и это селф-ассембли. Поэтому в природе многие процессы приводят к таким симметричным, красивым, цветным, разнообразным формам. Вовсе не обязательно это означает, что есть творец, который все это задумал. Так что это как бы просто утверждение, что красота означает, что есть творец, на мой взгляд, бездоказательно. Вообще на тему общую религии и науки я хотел просто добавить один комментарий, что на мой взгляд, тем людям, которым неуютно жить в мире без смысла, им хочется привнести смысл, и это делает религия. И потом у них возникает проблема, если эти люди образованные, то им нужно каким-то образом объяснить, а как же тогда религия так странно объясняет происхождение мира, и они начинают притягивать за уши, на мой взгляд, всякие объяснения, которые на самом деле не стыкуются. И если даже мы посмотрим на абортик... Так, Эль, пожалуйста, выключите всем микрофонам. Они начинают притягивать за уши, на мой взгляд, объяснения, которые на самом деле не стыкуются. И если даже мы посмотрим на обороты… Эхо утихло. Можно продолжать? Да, но я просто не успеваю всем выключить, всем бегать. Сейчас я все выключу. Да. Мне кажется, что проблема несоответствия описания мира в Торе и современное понимание публики возникла гораздо раньше, даже, чем возникла наука организованная. Мы видим, как наши комментаторы вынуждены комментировать несоответствие. Личный пример – это Рамбам, который стал объяснять, что рука Бога – это аллегория. Это не такая антропоморфная реальная рука. И так далее. Эволюция понимания мира вынуждала комментаторов вносить такие более и более аллегорические объяснения. Потом уже появилась организованная наука, которая поставила гораздо более серьезные вопросы, как бы ребром. Но они известны только образованным людям. Масса религиозных людей отказывается, особенно в Израиле, от светского образования. И у них эти вопросы не возникают. Но у религиозных людей… Извиняюсь, на ученых они стоят, и им это болезненно, как вот я вижу на этом примере с Майклом. И мне кажется, что только им приходится как-то это объяснять. В основном, на мой взгляд, все сводится к поискам смысла жизни. И если человек не готов признать, что у жизни нет объективного смысла, то тогда приходится прибегать к религиозным объяснениям смысла жизни и притягивать науку как бы к религии или религию к науке. Но, по мой взгляд, эти как бы две системы incompatible. О, я буду. Я хотел прокомментировать первую часть вашего выступления. Смотрите, значит, что касается красоты, я, конечно, понимаю, что понятие красоты во многом является продуктом восприятия нашего мозга. Значит, вопрос в том, почему он так, почему он это воспринимает как красивое. Почему он это воспринимает как красивое. Это вопрос, который, мне кажется, некие соображения при симметрии здесь работать не будут. Ну, в частности, потому что ничего из того, что я вам показал на картинке, не симметрично. Значит, и более того, в биологии было лет 15 назад, там уже побольше, всякие попытки рассуждать о простых системах как самособирающихся. И всегда во всех этих случаях приводили примеры, там, не знаю, каких-то там самособирающихся систем из простых молекул. Значит, отличие всегда было в том, что все эти системы симметричны. И это никогда не бывает в биологии. Значит, эти все рассуждения, так сказать, не имеют смысла ровно по этой причине. Ну, клеточная мембрана, скажем, это пример классической селф-ассембли. Она не совсем симметрична, но она объясняет очень многое. А, ну, знаете, я честно вам скажу, мне просто не хочется сейчас в эту дискуссию влезать не потому, что мне нечего сказать, а потому что просто, мне кажется, очень много народу слушает. Ну, и я не верю, что всем это будет интересно. Почему? Будет, конечно, интересно, Миша. Давай. Давай, давай. Ну, смотрите. Так, Миша, я не хочу сам влезать и возражать Дане. Это твоя лекция. Хорошо. Дане можно элементарно возразить, что Дане просто очень хочет, чтобы уничтожить идею смысла, и вы должны убрать идею смысла. Дане просто напирает, потому что ему кажется, что вы должны сделать так, чтобы быть, как я, но что совершенно бессмысленно, потому что, может быть, наоборот, нужно не убирать идею смысла, а наоборот ее продвигать. То есть, Дане на упорство в том, чтобы брать идею смысла, или, например, что красивые есть самособирающиеся. Но, может быть, это, кажется, свидетельствует, что законы природы задуманы разумом, который хочет, чтобы они были красивыми. Мало ли, что они самособирающиеся. Это совершенно не значит, что они не надуманы. Данина позиция – это позиция тоталитарного. Вы обязаны принять мою точку зрения, а если нет, вы просто не доросли до нее. Это смешно, честно говоря. Пень, ты очень круто с Даней обошелся. Ну что же, Даня наш такой же хороший товарищ, все нормально. Ну, хорошо, ладно. Мне не хочется таким образом это сформулировать. Ну, неважно. Значит, смотрите, я принципиально против рассуждений о самособирающихся системах в биологии, потому что ровно по этой причине нет ни одной самособирающей системы, которая была бы асимметрична. Значит, все, что мы знаем про биологические машины, молекулярные, они всегда асимметричны. Значит, нет, я вру. Не совсем всегда, но почти всегда. Значит, поэтому мне просто кажется, что так работать не будет. Вот. Но, понимаете, опять же, я согласен с вашим вторым утверждением о том, что действительно наше восприятие, наша трактовка религии или религиозного текста действительно меняется со временем. И действительно под воздействием науке. Я, собственно, про это и говорил. Это то, мне кажется, замечательное, когда наука учит нас, так сказать, более иначе или более точно может в некоторых случаях интерпретировать текст. Ну, понимаете, история с шестью днями, она настолько странная, что если сегодня мы посмотрели на этот текст, то я просто видел массу, массу соображений, почему абсолютно очевидно, что этот текст нельзя интерпретировать буквально. Но 200 лет назад это было не очевидно. Сейчас, когда мы знаем, что это так, ну, хорошо, значит, нам сегодня абсолютно ясно, что это буквально не интерпретируется. Я имею в виду, очевидно, из свойств текста, а не из нашего другого знания. Понимаете? Поэтому я, конечно, про это говорил, что очень замечательно, что наука нам немножко помогает, так сказать, по-другому относиться или по-другому думать о религиозном тексте. Ну, это очень хорошо. Значит, вот. Простите, что там последнее вы говорили про смысл? Да, ну, мне кажется, что, как бы, религия, ее роль привнести смысл в жизни для тех, кто не ходит в его иначе, так сказать, и в этом, мне кажется, основное, что если человеку нужно внешнее объяснение, как бы, смысла религиозного, то ему потом приходится объяснять, а как же с этим стыкуется наука, а люди, которые согласны с тем, что объективного смысла нет, у них, как бы, этой проблемы нет. Миша, включи микрофон, пожалуйста. Я согласился, искал только, что этих людей есть, зато много других проблем. А именно? А? А именно? Ну, не важно, ну, как бы, очень трудно жить, зная, что смысла от никого нет. Это верно, это трудно. Я думаю, что, ну, как бы, депрессия, я не знаю, что еще. Ну, мне кажется, это не просто трудно, это противоречит всему нашему сознанию. Например, можно сказать, что у нас нет никакой свободы выбора. Поднимаешь правую руку или левую, это было заранее предрешено. Ну и что же, это противоречит всему моему ощущению, что я свободен поднять правую или левую руку. Но как я могу доказать, что я свободен, кроме своего собственного ощущения, что я свободен? Ведь это никак невозможно измерить понятие свободы. Любое измерение всегда может сказать, что, хотя я поднимаю свободно правую или левую руку, это было заранее заложено и детерминировано. Это безусловно. То есть так же, как сказать, что в мире нет смысла. Я восчищаю смысл. Ну, это потому, что у тебя проблема, ты к этому привязан. Ну, знаешь, так я привязан к свободе, я привязан к смыслу. Ровно в одинаковой степени. То, что я свободен махать руками и то, что жизнь моя имеет смысл, для меня абсолютно одинаковые вещи. Все же я должен одно сохранить, а другое отставить. Этих причин до этого нет. Петь, я бы очень хорошо это произнес. Я бы это просто уточнил. Дело в том, что у разных людей по-разному, вероятно, работает интуиция в этом месте. У одних людей интуиция говорит, что есть смысл, очевидно, что есть свобода. У других людей говорят, что нет там или другого нет. Просто по-разному интуиция. Хотел сделать замечание. Я недавно как раз прочел книгу, которая как раз мне посоветовала. Там приводится такой пример. Человеку сделал пост-гипнотическое внушение. Завтра ровно в 12 позвонит такому-то. У меня полная иллюзия, что он делает это по свободе воли. Но это иллюзия. Ну хорошо, у него это иллюзия. Но это же не значит, что у всех иллюзия. Поэтому ощущение – это ничего не значит, что ощущение свободы. Это полная иллюзия может оказаться. Но это же не значит, что у всех иллюзия. Значит, у того человека иллюзия. Да, правильно. Значит, ощущение свободы ничего не доказывает. Мне кажется, что мы не занимаемся доказательствами. Здесь вот как раз такая прелесть в этой ситуации, что у нас нету способа, скажем так, пока нету способа доказывать ту или другую сторону. Поэтому в сегодняшнем мире, так сказать, мы просто живем так, как мы живем, так, как мы считаем правильным. Но это пример, который перевел, доказывает, что иногда ощущение свободы – это иллюзия. Иногда. Я говорю всегда, я говорю иногда. Лёва, но с другой стороны, как было измерено, что он ощущает вся эта свобода? А его спросили, а почему ты звонишь? Лёва, Лёва, я понял. Тем не менее, то, что его спросили, совершенно не факт, что это повторяемый эксперимент. Да, это повторяется. Совершенно не факт, что это неналожная идеология того, кто проводил эксперимент. Постгипнотическое нарушение хорошо известно. А вот у тебя идеология, ты говоришь, что этого не может быть. Это идеология. Хорошо, хорошо, Лёва. Это невозможно измерить, понимаешь? Ты говоришь ощущение, и он говорит, какое у вас ощущение? Он говорит, у меня ощущение свободы. Ты тоже ничего не умеешь. Кстати, можно измерить. В последнее время все лучше и лучше измеряются мысли, и мы можем сказать уже, откуда она начинается примерно и когда. Поэтому в этом есть тоже прогресс по поводу того всяких, когда и откуда возникает какая-то идея в мозгу, можно сказать уже все больше и больше. Я думаю, что дальше будет только точнее все это. Можно я два коротких комментария на Лёва, потом на то, что вы сейчас сказали. Лёв, значит, Тюринг-тест, когда Тюринг говорит, что давайте мы будем смотреть, отличать, есть ли у компьютера интеллект или нет, потому можем ли мы это определить. Можем ли мы отличить компьютер от человека, сидящего в соседней комнате? Лёв, ты там? Так, все нормально. Я после микрофона включу. Хорошо. Так вот, казалось бы, этот тест, который все, или там, не знаю, может не все, но многие или большинство компьютерных людей воспринимают как нормальный, естественный тест на интеллект. Ну, пожалуйста, обмануть можно, потому что не значит, что это интеллект. Это система, которая просто, которая, то есть здесь как бы тест этот основан ровно на том, о чем вы говорите, что есть ощущение, что у этого есть интеллект, что у машины есть интеллект. Значает ли это, что у нее есть? Все больше и больше, постепенно машина становится умнее и в какой-то момент. Я сказал не совсем это, я сказал, что ощущение свободы можно сказать сложнее. Правильно, обмануть можно всегда. Да, и самого себя тоже. Без чего еще можно обмануть? Спасибо. Лёва и Дани, мне кажется, этот вопрос довольно, мы как-то обсудили. Есть следующий вопрос все-таки. Это Никита. Никита Шкловский. Никита, снимайте микрофон, открывайте микрофон и можно говорить. Никита? Так, я не вижу, что он меня слышал. А, секунду. Так, Никита, вы можете снять микрофон и говорить? Снять мьют с микрофона. Да-да, благодарю вас. Мне кажется, что мы можем посмотреть. Включите камеру, если можно. Мне кажется, мы могли бы говорить. Да. Никита, плохо вас слышно. Вы не сняли. Да, простите. Да, вот сейчас расскажу. Что мы могли бы говорить о этих проблемах с точки зрения существования двух языков, которые Роман Якобсон, структуралист, считал изоморфными. Но в любом случае генетический язык в середине 20 века описанный оказался необычайно похож на язык человеческий. В обоих языках текст представлен линейной последовательностью символов. Поэтому все вопросы о свободе религии и науки могут быть пересмотрены с точки зрения существования этого текста, написанного не человеком. Поскольку даже глубоко уважаемые гипнотизеры и поклонники гипноза знают, что не гипнотизеры писали текст ДНК. Принципиальная возможность возникновения осмысленного текста случайным образом абсолютно исключена. Это понятно всякому человеку, слышавшему про статистику. И это понятно всякому экспериментатору, который попробует составить сколько-нибудь длинный текст из случайным перебором букв. Тем более, что вообще текст определяется только при наличии языковой системы. Поэтому вопрос о эволюции неподарлен, я думаю, что именно он сейчас принципиален. И он должен ставиться именно с точки зрения возникновения текста, который с точки зрения, так сказать, фундаментальной науки, которая кормится на грантах, рассказывая, что они прочитали геном и что в нем 90% мусора, вот эти люди, они лгут, поскольку они ничего не прочитали, а выяснили последовательность букв. И у них есть розетский камень белка, действительно гениальная вещь, которая объясняет некоторую часть генома, которая делает хадвар молекулярного компьютера. Спасибо. Я с вашего разрешения вношу в наш чат. Нет, нет, нет. Спасибо, Никита, спасибо. Итак, Миша, что ты скажешь про прочтение ДНК как текста? Ты знаешь, я, честно говоря, совершенно не настолько знаю, то есть вообще никак не знаю лингвистику для того, чтобы осмысленно про это разговаривать. Значит, действительно, действительно, в том смысле, в котором Никита рассказал про то, что это последовательность букв, который составляет слова и так далее, это действительно все так. Значит, действительно, вероятность, так сказать, сознания осмысленного текста астрономически мала. И даже более-то, давайте я вам расскажу короткую историю, просто два слова, которые я недавно обсуждал с некоторым структуральным биологом. Значит, история следующая. Для того, чтобы белок мог существовать, белки состоят из доменов. Значит, такие плотно свернутые, так сказать, кусочки, элементы белка. Но таких доменов белка обычно бывает несколько. Значит, народ посчитал, какие есть лимитации для сворачивания этих доменов. И выяснилось, на самом деле, ну, просто исходя из последностей аминокислород. Короче говоря, выяснилось, что вероятность складывания простого домена, так, чтобы он был стабилен, в смысле, не разворачивался, а просто был бы стабилен. Даже я считаю, что это не о функции никакой, а просто, чтобы был стабильно свернутый домен. Выясняется, что вероятность такой штуковины, ну, тоже, естественно, астрономически мала, и такого быть не может. В смысле, случайно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, есть проблемы, к которой я вообще не могу понять, как мне даже подходить интеллектуально. Потому что, значит, вот в нашей ветке эволюции, в нашей, в смысле, животных, новых генов почти не возникало. Вся эволюция животных, ну, или там, скажем так, возникала очень мало. Эволюция животных шла, так сказать, шла в основном по пути перебора существующих генов. Но если есть какую-нибудь другую ветку эволюции, скажем, какие-нибудь там простейшие или бактерии, разные виды бактерий, то выясняется, что там возникает постоянно, возникает громадное количество новых генов. И дальше вопрос решается в том, что, ребята, а как же так? Вот как вот сегодня возникают новые гены все время, а при этом, при этом понятно, что вероятность возникновения любого из них просто астрономически мала. Я не знаю ответ на этот вопрос. И, честно говоря, это меня страшно смущает. Это просто комментарий. Это просто комментарий к тому, что Никита сказал. Хорошо. Окей. Спасибо. В общем, это тема, которую как бы очень много о ней говорят, про прочтение текста «Генома как текста». Наверное, как-то машина, собственно, его читает как текст, создавая по нему белки и всякие приочерещи, если я правильно понимаю. Извини, пожалуйста, Петь, извини, пожалуйста, я просто последний короткий комментарий к тому, что Никита сказал, про то, что геном прощен, Никита, вы сказали, что там 97% джанк. Это все-таки довольно не новое представление о геноме. Сейчас все-таки понятно, что это активно обсуждается, что есть громадное количество всего в некодирующем геноме, что важно для того, чтобы это все работало. Хорошо. Здесь у нас был вопрос про очень важный… Ну, так, что вы скажете про антропный принцип? Про что? Это комментарий, скопированный мною из комментов в Фейсбуке про антропный принцип. Хочешь ли ты что-нибудь по этому сказать? Сейчас, секундочку. На что мы смотрим? Я не понял. Сейчас у нас в чате есть надпись. Как антропный принцип? Да. Хотя у нас, к сожалению, мы не можем дать микрофон и не очень понятно, что там спрашивалось. Ну, хорошо. Я не знаю, что антропный принцип. Окей, хорошо. Значит, тогда вопрос не был раскрыт, поэтому ты ответить ничего не скажешь. Здесь есть некоторый человек, который зовут Алекс. Алекс, можно взять вам микрофон? Пожалуйста, можете спросить. Алекс? Да, это Алекс Шнейдер. Присядьтесь, пожалуйста. Привет. Привет. Значит, мы с Мишей не только дружим, и я считаю, что он уехал из Бостона специально мне назло, потому что с его отъездом «Моя жизнь» в Бостоне стало много хуже. Но мы еще и в научном плане сотрудничаем много лет как и не совсем безуспешно. Значит, у меня есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пунктов, каждый из которых я просто озвучу от... Олег, вас перестало бы сказать. Олег, вас перестало бы сказать. Олег, последовательности? Алло, вы меня слышите, коллеги? Коллеги, слышите, да? Значит, сначала, но прежде чем я перечислю семь пунктов, значит, я только что направил гневное письмо в Министерство образования, я требую... Олег, вас не слышно. Басня в Воронье где-то Бог послал кусочек ссылок. Глубочайше антинаучно в геноме галус-галус отсутствует ген для лактазы. Поэтому если оставить этот литературный текст детям, то он антинаучен. Значит, наука... Значит, а теперь я перехожу к пунктам. Первое, Миш, почему-то за, вне твоего обсуждения осталось то, и, может быть, просто я здесь ошибаюсь, а, может быть, нет, значит, что наука сегодня становится новой религией, а сегодняшнее общество, сегодняшний левый эстаблишмент пытается сделать из науки новую религию, а из академии – новый Ватикан. Особенно это сильно проявилось во время ковида, когда доктор Паучер ввел в международный обиход фразу «You don't believe in science», при том, что в науку нельзя верить. И это абсолютно, мне кажется, естественно. Отчасти вы, коллеги, уже это обсудили. Я думаю, что наш мозг устроен так, что человек биологически имеет, ну или как минимум многие люди биологически имеют склонность к религиозной потребности, поэтому можно видеть в монотеистические религии, можно видеть в их заменители как-то коммунизм или наука. Я просто думаю, что в сегодняшнем социальном заказе общества есть спрос на науку как новую религию, а академию как новый Ватикан. Второй пункт. Наука, как мне кажется, отвечает на один, пытается ответить на один вопрос, а именно «Почему?» и ответить на него некой методологией. В частности, и это тот единственный вопрос, который объединяет все науки от математики до физики. Почему ты сказал про ядро электрон? Потому что без этого энергия будет больше. Почему у оленя рога, у павлина хвост и так далее? Вернее, вопрос «Зачем?» – это извращенная форма вопроса «Почему?». Почему возникший таким образом элемент не привел к тому, что это животное исчезает? – Алик, я не согласен с этим. Мне кажется, что это один и тот же вопрос. Два совершенно принципиально разных вопроса. Потому что вопрос из тех соображений, что вопрос научный, вопрос «Как это устроено?» обычно связан с деконструированием системы. А вопрос «Зачем?» не связан с деконструированием системы?» – Это вопрос «Какой смысл в этой штуке?» – Смотри, давайте проедем. – Let's agree to disagree, потому что пример с лесой, в частности, может быть, который ты привел, интерпретирован как потому что, сделав лесу наиболее уязвимой для орла, отбирается та леса с наилучшей чуйкой и наиболее быстро убегающая, которая дальше будет лучше размножаться по сравнению с другими лисами. То есть, что таким образом искусственно отберется наиболее хорошо размножающаяся леса, потому что для нее создается дополнительный критерий. Но мне кажется, что вопрос науки – это вопрос не как это устроено, а как это устроено. – Алекс, вы согласны? – А почему? – Алекс, вы согласны, что таким образом это специально сделано, чтобы было хуже, потому что если кому-то будет хуже, то в целом будут отбираться те, кто лучше. Это вообще универсальный ответ, объясняющий абсолютно все. Но это никак-то не проходит немножко с тем, что слишком много лисов и ее прежит цвет. – Нет, не согласен. Теперь следующий пункт. Итого, один пункт был, что мне кажется, что наука отвечает на вопрос «почему?», а вопрос «зачем?» это может быть переформулирован, почему тот, кто возник с такими свойствами, мог возникнуть и дальше мог не исчезнуть. – А вот про управление, значит, оно далеко не обязательно должно быть прямым. Так как я не атеист, и я ученый, но у меня вообще не возникает этой дилеммы, потому что мне кажется, и позвоните моей тещи, она вам скажет, что я всегда ошибаюсь, но вот мне лично кажется, что конфликта нет. Если я принимаю, что Бог создал те, Бог создал те законы, тот лабиринт, в результате дальше в нем процессы, которые нам кажутся случайными или даже являются случайными, ведут в какую-то сторону. То есть, если Бог хотел создать жирафа, это не значит, что он покупает DNA-синтезатор фирмы Бекман и сразу синтезирует хромосомы жирафов. Это значит, что он создает те принципы, в результате которых законы физики, химии, биологии и так далее приведут к жирафу. И управление идет не прямое, а через создание тех законов, познание которых современная наука же возникла, когда протестанты пытались абсолютно религиозно изучать, а по каким законам Бог мир создал, запустил и так далее. То есть, управление идет через законы. Алик, извини, я тебе перебью просто, на самом деле, я думаю, что уже времени много и еще какое-то количество людей. Я просто хочу сказать следующее, что твоя позиция понятная, но она не соответствует, не соответствует, скажем так, еврейско-религиозной конструкции. Потому что еврейско-религиозная конструкция, да, предполагает вмешательство Бога в постоянное творение и так далее. Постоянное участие в происходящем происходящем в природе. Поэтому как бы можно, просто другая вещь, другая конструкция. Участвовать можно через, не непосредственно, а через создание тех принципов, по которым дальше объекты будут. Это понятно. Мой поинт не в том, что Бог не участвует, а в том, что Он участвует через создание тех законов, по которым дальше эти объекты сами будут вести себя этим образом, а не другим. Это понятная позиция. Я бы сказал, что она не очень отличима от самособирающей системы. Вопрос в том, что я предложил попробовать протестировать, наверное, это не отличит от самособирающей системы. А может и нет, я не знаю. Надо попробовать. Если можно, еще два пункта. Один. Миш, а может быть, мы возникли в мире, который, и чтобы нам про вопрос красоты, чтобы нам в нем лучше быть, у нас возникло то понятие красоты, которое увеличивает нашу выживаемость в этом мире. Элементарный пример, вот сейчас сделаем эксперимент. Кому будет неприятен следующее предложение? Напью и в стакан, а потом выпей. Очень некрасивое предложение. А почему? Ну вот слюна и так была в моем рту, попала в стакан, осталось тоже слюно, я потом выпил. Однако, я сказал и всех затошнило, а потому что в мире, в котором мы жили до появления стеклянного стакана, когда ты плюешь куда-то, в слюну попадают микробы, пьешь назад, ты заражаешься. поэтому может быть просто мы возникли в некотором мире и чтобы нам в нем выжить, в нас должна была возникнуть та эстетика, которая гармонизирует нас с этим миром. Мне кажется, вы это сказали, здесь важный пункт, давайте здесь остановимся и посмотрим, что у нас еще есть в качестве вопросов. Спасибо. По-моему, кончились, люди там что-то утверждают, но вопросов я не вижу. Миша Голосовский хочет что-то сказать. Да, пожалуйста. Я хочу по поводу самого начала твоей лекции. разделялась физика и химия науки, которые ставят вопрос как, и биология, которые в том числе ставят вопрос зачем. Вот по этому поводу есть комментарии, потому что пытались формулировать физику на основе телеологического принципа, то есть как если бы у физических процессов была какая-то цель. Как это получается? мы привыкли к физике на основе дифференциальных уравнений, эта формулировка предполагает, что нет никакой цели, но можно формулировать на основе вариационного принципа, который дает интегральное уравнение. Они предполагают, что есть цель, то есть свет как бы когда распространяется с одной точки в другую, он хочет попасть именно в эту точку. Вот оказалось, что эти формулировки эквивалентны. получается, что физику тоже можно формулировать так, как если бы у физических процессов была цель. спасибо, я не знаю, на самом деле, это хорошее соображение. Смотри, я вовсе не пытаюсь переформулировать, как должна устроена быть физика или химия или биология. Просто обратил внимание на то, что они немножко по-разному относятся к объекту изучения. Потому что я сказал, интересно, что может быть физика тоже может относиться к этому иначе. Но все-таки, тем не менее, физики, как люди, они относятся все-таки, наверное, к физическому миру, как к тому, у которого цели нет. А вот биологи относятся как раз по-другому. Я говорю о чистой персепшн, не осуществляю вопроса. Нет, в физике проблема чисто техническая. с дифференциальным уравнением проще работать, чем с интегральными. Но обе фонировки эквивалентны. Понятно. Хорошо. Нет, вообще, я должен признаться, что сейчас происходит кардинально вообще изменение вообще научного восприятия. Я не знаю, сколько людей дают об этом отчет, но это все-таки физика и даже биология прошлого, которые пытались разобраться, а как это устроено. Все-таки в сегодняшнем мире, я опять же про физику знаю мало, но про биологию прилично. Все-таки гигантское количество направлений в биологии сегодня занимается просто компьютерным анализом гигантских баз данных и нахождение каких-то паттернов. Нахождение паттернов никогда не дает ответ на вопрос как. Она просто узнает эти паттерны. И в этом смысле наука сейчас меняется быстро. Окей. Здесь некоторый человек, который дарит кулипсов. Аня Гульхо давно подняла руку. Да, я пытаюсь понять. Я не перебисся. Окей. Леонид, одно слово вам, минуту. Да, одну минутку. Поскольку я математик, зная и Мишу, и Алика. Лень, привет. Привет, Миша. Привет, Алекс. Я хочу сказать следующую вещь. Я математик и всегда занимался вопросами управления, вопросами распознавания, так, Ильич. И я могу единственное сказать, что меня всегда интересовало, откуда вообще появляется представление о том, что есть законы, что есть какие-то критерии. Человек и большинство систем выбирают эти критерии довольно произвольно. а потом по ним действуют. В этом смысле я согласен с Алик. И вопрос почему, для чего появляются законы, для чего появляются критерии, по которым можно дифференциальными и дифференциальными равнениями что-то посчитать, на этот вопрос наука в принципе дать ответа не может. но они появляются и они их возможности, вот когда занимаешься распознаванием, тут вопрос стоял в машине Тьюринга, этот вопрос давно решен, давно решен. Обмануть человека вполне возможно, легко. Ну, можно, конечно. Конечно, можно. Я тебе объяснял, Миша, это как делается, это просто делается, 10 лет назад сделано было. Конечно, можно, да. И создать впечатление интеллекта на компьютере можно. это было сделано давно. Создать впечатление на компьютере о том, что мы знаем, что у нас в мозгу устроено можно, и люди поверят. Но мы остаемся все равно, мы не знаем, что происходит. Мы знаем, что происходит, мы не знаем, почему происходит. В общем, на этом все. Окей, спасибо большое. Так, Миш, есть что ответить? Передаем следующий голос Ане Гулько. Нет, Ане Гулько. Я просто хотел, полсекунды. Лень, это на самом деле был моим поинтом. Я не знаю, насколько это было понятно. Это то, что ты сейчас сказал, что я пытался сказать, то, что обмануть можно, но это не означает, что у компьютера есть интеллект. Это ничего не означает. значит, единственное, единственное, так сказать. Абсолютно согласен. То есть, это просто мы нашим интеллектом научили компьютера обманывать человека про его интеллект. совершенно верно. Абсолютно верно. Аня, пожалуйста. Аня? Да, добрый день, спасибо за лекцию, очень было интересно. У меня есть комментарий по поводу замечания Миши о том, что Раби Лам из Иши в Нью-Йорсии написал книгу Тора Умада. Миша, вы читали эту книгу сами? Да. Или только вы знаете? Читали, да? Да. Хорошо, потому что то, что вы рассказываете, это как бы соответствует модели Рава Кука о том, об интеграции Кодыш и Холь, Святого и Светского, да? И это действительно самая лучшая модель, но, как я поняла из книги, вопрос стоит не зачем, вопрос религиозный стоит не зачем, а как? Как, во-первых, обучать студентов молодых, которые религиозные, как их обучать науке, как это было в Иши в университете, а кроме того, как использовать науку на службу, на служение Всевышнему? То есть для религиозного человека наука, естественно, представляет интерес и в настоящее время это как бы необходимая часть, но как использовать науку? То есть очевидно, что красота говорит о величии Всевышнего, как вот Ира Маргулис написала в чате. И, кстати, когда-то мы были на таком аутрич мероприятии в Лейквуде, в Америке, где Ребетсон рассказывала, что они видят, как достижения науки показывают, что то, что в Торе когда-то казалось немножко как бы из мира фантазии о том, что мы можем говорить с Всевышним, хоть мы его не видим, что с изобретением телефона это стало совершенно очевидно людям, как это может происходить, или о том, что все наши слова слышны и записываются, когда сегодня дейтабейс настолько неограничен, как бы такого огромного объема, что мы все это понимаем и так далее, что опять же научные достижения показывают, что можно приближаться к Всевышнему и понимать, что написано в Торе и о чем говорили мудрецы. То есть сама постановка вопроса не зачем, а как, мне кажется, это переворачивает в какой-то степени сам аргумент и тему в какой-то... Нет? Или мне только кажется так? Как поставить науку... Аня, смотрите, опять, то, с чего я начал, что есть ощущение или подход к этому делу, людей, которые получили образование в Вешивах и они думают, как им относиться к науке. Я попытался подойти немножко с другой стороны и то, что вы говорите, это ровно об этом, то, что Людёв в книге действительно пишет о том, как обучать студентов в Вешиве науке. Его этот вопрос интересует. Я пытался подойти к этому с другой стороны, как людям, получившим научное образование, думать прижаление. Это немножко другой вопрос и немножко другое отношение. Но, в принципе, вот все. Я не знаю. А я поняла. То есть, как людям, которые в данный момент еще не религиозные, предположим, получили научное образование. Религиозное. Вот Аня, сама человек религиозный, получила вполне научное образование. да, но дело в том, что сейчас я соображу, что я хотела сказать, что обычно жизнь происходит по модели Раба Рафаэла Хидша. Это модель, которую тоже описывает Раба Лам, в том плане, что это как хорошие соседи, что есть религия, есть наука, и вот, как говорил Миша, человек приходит с работы, где он занимался наукой и занимается религией. Но идеальная система – это именно интеграция. И чем более сильна наука, тем, кстати, Пинхас, поскольку ты написал книгу про Раба Куку, ты, наверное, знаком с этим, с этой как бы постановкой вопроса, что чем сильнее как бы секулярное, то тем сильнее и тем больше усиливается святость. И вот как бы в направлении интеграции наверное и надо построить весь тезис в направлении служения Всевышнему методами научными. Окей, окей. Аня, все, спасибо большое. это все, что я хочу. В принципе, мы договорили, мне кажется. Мы, кажется, все обсудили, все, что могли. Миша? Хорошо, спасибо. Хорошо. Спасибо. Всем спасибо. Я здесь выяснилось, что, я еще раз хочу сказать, что лекция транслировалась на Фейсбуке, но некоторые думали, что на Фейсбуке будет линк на Зум. Это не так. Просто линк на Зум нужно было попросить. Все, кто попросил линк на Зум, получили линк на Зум. Те, кто не попросил линк на Зум, я его не публиковал. И, соответственно, эти люди остались в Фейсбуке. Может, они были несколько расстроены тем, что они были только зрителями и мы не могли физически дать им микрофон. Но линк на Зум нужно было попросить. Может быть, это было не вполне очевидно. Это всегда так на всех наших лекциях. Поэтому те, кто не первый раз на лекции, как бы это прекрасно знают. Может быть, те, кто первый раз подключился, это было не всем понятно. Получилось несколько неудобно, что некоторые ожидали линка. Но трансляция на Фейсбуке была, все могли ее посмотреть. Поэтому, мне кажется, большое спасибо. будет выложена, вся запись будет выложена на YouTube. Там тоже можно будет посмотреть. И будет сделан транскипт, но, конечно, сокращенный. Мы постараемся убрать всякие разговорные вещи и оставить в транскипте как бы такую суть дела, чтобы он был не таким уж длинным. Ну вот, это все, что хотел сказать. Миша, большое спасибо. На самом деле, для меня лично идея, хоть ты и говоришь, что это равновесие и гармония, по-моему, для начала осознать красоту, это уже осознание божественности и красоты, мне кажется, это настолько важнейшая вещь в нашем вообще интеллектуальном продвижении, что она сама по себе настолько ценна, что не надо сразу от нее прыгать на равновесие. Всегда можно спрыгнуть без красоты. А вот прыжок на равновесие, он уничтожает важность красоты. А мне кажется, что именно божественность красоты является важнейшей вещью, если она в биологии есть, то это совершенно потрясающий момент. Ну вот, на этом, мне кажется, можно закончить. Большое всем спасибо и на этом мы отключаемся. Ладно. Всего доброго. Спасибо большое всем. Пока. Пока.